Жена и муж лежат в постели ночью, дорогой, ты спишь? Нет. А хочешь? Муж разбудился. Хочу. Ну, тогда спи. Здрасте. Все? Все похихикали. Идем работать? Друзья, обещанное для вас вертикальное, настенное, ну, не только вертикальное, а еще настенное хранение, которое есть в хоккей. Мы в отделе кухни, сейчас мы будем с вами смотреть Кунгфорс, Унерсту, Финторп и прочие слова помаду. Начинаем с нити Кунгфорса. Она полностью на всей стене, это не ржавейка, это открытая система хранения, это очень классное качество, сразу скажем. И давайте разбираться, как обычно, вводная. Кунгфорс. Это рейлинги. Ну, две общие, да, системы Кунгфорса. Сейчас есть между собой. Вот пример, как может быть состыкован рейлинг. Вот здесь, например, в комплект входит рейлинг в консоли для крепления, соединительный элемент. Где соединительный элемент? Он, скорее всего, к какому-то из рейлингов входит в коробку. Сейчас мы это дело глянем, потому что я сама еще ни разу не соединяла. Перемешаем все? Да. Гайская, кольцевая вставка, это есть соединительный элемент. Значит, смотреть давай. 40 сантиметров, 56 сантиметров. Мы поняли, что по длине можете делать все что угодно. Дальше, чем можно обвесить? Вот такими большими крючками, на которые можно что-то дополнительно положить. Вот такими классическими крючками, на которые можно повесить все что угодно. Это большие, это маленькие крючки, плюс зажимы. Зажимы тоже очень удобная штука. Пытаюсь найти, где они представлены, но кроме вот этой части нет. Они больше подойдут для текстиля. Да, для текстиля. Дмитрий Юрьевич работал поваром, он знает. Еще есть комфорт, магнитная планка для ножей, тоже из нержавейки. Классная штука, так зараза, как Дима говорит, дороговатая. Тысячу рублей за магнитную планку. Дорого? Верните в продажу ножи из дамазской стали. Я буду жаловаться. Верните ребенку ножи из дамазской стали. Я еще не закончил коллекцию. Вот, кстати, зажимки. Смотри, какие плотненькие, да, крепкие. Так, значит, здесь стихонько хотим. Дальше, какие есть обвесы? Вот такая вот полочка. Она у нас для планшета. Вот так. Вы готовите и повесили. Вот, кстати, покажи, пожалуйста. Вот так можно очень аккуратно развесить всю свою перебуху. Ну, конечно, вряд ли кто так противит, но тем не менее. Значит, полочка стоит 500 рублей. Дальше, вот такой вот контейнер. Вот. Большой такой, глубокий. Он стоит 1300. Размер 24, 12 на 26,5. Когда что-то можно, нужно много напихать. Подходит контейнер. А дальше вот такой за 700 рублей круглый. Вот он. Он причем достается очень удобно. То есть само вот крепление у этого контейнера. И в него ставится вот такая штукенция. Кругленький. 700 рублей. Значит, сами рейлинги у нас короткие 300 рублей, длинные 300 рублей, короткие 250 рублей. Крючки от 99 рублей до 299 рублей. Вот магнитный зажим 3 штуки, вот третьего здесь нет, его отодрали уже куда-то. 300 рублей. Крючки 99, 119 и 149. Зависит как раз от количества и от самого крючка какое. Вот она, в чем идет плюшка? Она нержавеющая. Она очень хорошо смотрится на кухне. А вот, кстати, пониже, да? Вот. Вот. Разка. Полочка. Два. Из минусов. Вода будет эти скапливаться. Нужно будет выливать, если мы какую-то посуду. Ну, имейте это в виду, просто тупо не храните, да и все. Вот такое. Очень легко можно эксплуатировать на открытых верандах, на улице. Какие-то летние кафе очень любят это дело. Реально неубиваемые, ребят. За все время ни разу не было гарантийного случая по линейке Кунфорс. Ни разу. Я считаю, что это ключевое. Дальше. Кунфорс. Помимо рейлингов, помимо всех вот этих крючков и обвесов входят... У нас полки из нержавеющей стали, из ясеневого шпона либо бамбука. Подставка, ну, это я вам и сказала, шины, планка. Давай разбираться, что за штуки. Кстати, помнишь, клиента, блин, забыла фамилию. Привет бы так передала. А он делал целую кухню на открытой веранде из этой серии. Очень красиво было. Вот это полка из ясеневого шпона. Она стоит 1900. Это полка из бамбука. Размер 60. Размер только такой. Больше-меньше нету. По 2000 считайте полки. Накладная шина. Вот она. Они по 500 рублей. То есть наращивать можете сколько угодно их друг за другом. При этом все элементы можно спокойно крепить и без шины. Вот вариант, как это выглядит на шине. Вот вариант, как это выглядит без шины. Вот это вот у нас настенная панель. Сейчас я ее найду. Настенная решетка стоит на 1200. Вы на нее также можете нацепать всякие-всякие всячины и вместо рейлингов. Если не хотите кучи рейлингов, делайте одну панель. И это открытая посудная сушилка. Очень хорошая, добротная. Плюс у нее есть поддон съемный. Дим, поддон здесь. А вот тут все есть в комплекте. Вот поддон. Очень удобно. Просушили воду, вылили. Достойная сама вот по себе конструкция. Дим, вот как мужчина, что скажешь? Не хлипкая, да? Она очень похожа на профессиональное оборудование. Но это из того, что она металлическая. Из нержавеющей стали сделаны. Сушилка 2600 стоит. Собирается? А это значит, что она очень практичная. Вот так. Вот вам будет. Столько люди не живут, сколько может жить вот эта. Профессиональная техника кухонная. 1600 стоит полка открытая. Ну понятно, да? То есть здесь нужно учитывать, что будет сохранить. То есть фактически у нас три вида полок. Открытая, шпонированная и бамбуковая. Сушилка, посудная, настенная, рейлинг. И вот так можно сделать в принципе вот такое вот кухонное открытое хранение. Серия на самом деле, повторюсь, очень классная. Не жалейте, не жлобьтесь на нее. Вот вариант. Не надо никаких шкафов. Ну прислали, что вы будете за всем этим делом ухаживать. Еще один большой жирный плюс. Вот такой полки. Вы можете хранить крышки, либо там кастрюльки, сковородки, которые в дырку умещаются. Вместо держателя ее использовать. Тоже такое... Это удобно. Я просто не знаю, сколько стоит профессиональное оборудование, например, на такую же настельную. Сравните бы, да? Да. Но комфорт 100% будет дешевле. Спорить не буду. Вот. Как обычно. Ждем чего? Несколько слов в ваших комментариях. Да. Не забывайте. Нам это приятно. Мы это любим. Я обязательно не желаю. Обязательно. Дима это так любит. Ребят, пишите отзывы, пожалуйста. Потому что ваши живые отзывы помогают не только нам, они помогают вам в первую очередь. Когда вы делитесь информацией, вы делитесь не только с самим собой, вы делитесь и еще с другими людьми. Потому что комментарии очень хорошо у нас читают. Да. А мы еще не закончили. Не знаю. Это середину обзора. Мы так, серединку сделали. Идем дальше. Дальше самая бюджетная линейка Сунерста. Самая бюджетная. Ее сейчас расширили, навешивали на нее всяких допов. Дешевле вот этого желтого ценника нет. Вот эти контейнеры Сунерста с рейлингами куда только не применяют. Мы к столу прикручивали, к стене, под карандаши, под ручки. То есть не только кухонные утвари, но именно вот такое, да, карандашное детское хранение очень удобно. Но они, Татьяна, и не смотрятся как кухонные. Мы уже изначально привыкли, что это больше будет детское для творчества. Дим, я здесь с тобой согласна. Добавился кухонный рулон и держатель вешается на рейлинг. Почему-то, ребята, он не повешено, да ладно. Полка. Хотя это посудная сушилка называется. Вот что ты на ней высушишь? Две кружки. И смотри, какого красивого мятного цвета к новым столам и диванчикам, да. И поэтому, ну, никак не кухня. Так, еще смотри, Сунерста сейчас есть. Ну, вот тут что не собрано-то, а? Ну, вот не дело же. Регулирующийся рейлинг с крючками. Вот в нижнем он есть. Он ставится к стене. Ой, не к стене, а вот прям в простенах можно. Вот я даже показать так не могу, потому что его нет в собранном виде. И еще есть вот такой набор готовый рейлинг с четырьмя крючками и двумя контейнерами. Короче, то же самое, что будете набирать штучно. Вот этого повесили дофига. И еще Сунерста есть мини-кухня. Ее вот тоже народ любит. А, нет, это все мини-кухня. То есть контейнер отдельно получается. Полка, посудная сушилка отдельно. Кстати, там другая полка лежала маленькая. Ну, ребят, Краснодар, уберите в отделе. Не делаем. Вообще дезинформация полная у клиента. Даже если мы начинаем путаться, что говорить про обычного клиента. В общем, такая открытая кухня очень часто делают ее как летние кухни, когда можно потом демонтировать. Покупают на дачу. На дачу. И ветклиники брали такие кухни. В общем, вот минус, что сколько я хвалила, хвалила, пока мы снимали Краснодар. Постепенно мы начинаем замечать. Ну, как в нижнем. Мы если приезжаем, то уж мы ревизора приехали. Так, дальше линейка Финторп. Линейка Финторп, она тоже к полупрофессиональной относится, потому что это очень хороший металл. Два вида цветового решения. Черный и нержавейкий. Ну, плюс еще вот такой деревянный кухонный рулон-держатель, который в Россию все-таки вернули после долгого нитя подписчиков. Потому что штучка классная, ее убирали полностью из ассортимента. Куда подходит Финторп? Вот к такому примерно стилю. Вот как прямо на картинке. Даже искать не буду отдельно в интерьерах. Но, во-первых, можем и не найти. Он именно к определенной стилистике. И когда все это в одной гамме, ребята, это очень гармонично смотрится. Классно. Вот эти ведерки сажают даже там растения, травку. Вот, пожалуйста, можно искусственную, можно настоящую. Давайте разбираться, что у нас с Финторпой. В Финторпой у нас рейлинги, которые тоже можно сциковать между собой, сделать сколько угодно длинное хранение. 79 сантиметров и 57 сантиметров. То же самое в нержавейке. То есть разница... А, кстати, смотри. Нержавеечный рейлинг сейчас в какой большой скидке нужно купить. Так что имейте в виду. Такое тоже бывает. Вот. Из минусов. Крючки, чтобы одеть, нужно снять рейлинг, одеть крючки, обратно вставить. То есть довесить крючки вам возможно. Но он и плюс. Твои крючки останутся на месте. Да. И они не слетят. Ой. А остальные они... Крепеж. Дети могут упереть. Хоть и чего-то смогла. Дальше крючки. Пять штук в комплекте за 300 рублей. Пять штук в комплекте за 300 рублей. Чёрная либо нержавейка. И два огромных крючка за тоже 300 рублей. На них если подвешивать. Вот. Данная система, она очень тёплая и добрая. По мне. Потому что практически с самого начала даже работа с ОКЕ, как служба доставки, мы их прям ввозим в бассейн. И никогда в браках со стежками нет. Да. Тоже плюс. Сушилка для салоновых приборов, которые очень часто все используют как ведёрко. Тоже сейчас по скидке 200 рублей. Разница в цене. Ну, блин, ребята, это тоже деньги. Вот там вот такой поддончик для скапливания воды. Здесь просто всё приклеено. Вот. Дальше. Вот такая подставка. Она называется подставка для специй. Но её использовать можно как угодно, под что угодно. Тоже со скидкой. Скидка 300 рублей. Это осмоковочка. Очень хороший металл. Который со временем всё-таки нержавеет. Дальше. Магнитная планка Кенторп чёрная. Стоит 1000 рублей. Такая же знака, как у Кунфорса. Той, кстати, хорошо Кунфорсовский. Вот. Только короче. Имейте это ввиду. Вот как выглядит. То есть вот за эти крючочки мы цепляем, да? За рейлинг. И вот, пожалуйста, делаем такую красоту. Посудная сушилка у нас есть в нержавейке и есть в тёрном цвете. Сейчас давай-ка переместимся и вот там её снимем. Идем. Неудобно. Пойдём сюда. Вот эти посудные сушилки, которые вы можете вешать за крючок, а можете ставить просто. Здесь выдвигается поддончик. Она примитивная. В чём её фишка? Что она вот в одном стиле, да? Из вот этой вот металлической красивой проволоки. Яки гусли. Вот. Вот такая вот линейка Финто. Ну что, друзья. По такому вот, да, удоб-хранению кухонному всё, что мы хотели вам рассказать. Есть ещё другие серии, которые всё-таки там сортировка мусора и прочее. А это вот именно то, что можно красиво повесить на стену и переместить часть хранения из закрытого в открытый. Очень хочется, повторюсь, услышать ваши отзывы. Чем пользуетесь вы? Потому что это польза для всех нас. А если хотите кухню сделать более дорогой, даже если вы используете кухню КНЕСКУЛЬТ, используйте Финтор. Красиво будет смотреться, да? Только на белом. Только на белом. Ну, короче, кому подходит? Тем, кто не хочет ничего сверлить. Здесь тоже нужно попасть во что-то, чтобы его... Ну, под пазы, как раз между столешницей и навесными шкафчиками можно это растянуть. Чтобы не сверлить. Да, да, да. Она растягивается телескопически и каким-то умным способом она фиксируется. Там, не знаю, болтами, не болтами. Ну, судя по всему, болтами. Ну, вот, вот, она вот тут, скорее всего, зажимается, вот. Вы это растягиваете телескопические штуки до упора. Эх, тут 50 пробегает. И фиксируете саморезиком. Теперь все, точно все. А вы думали, все? Нет. Нам все-таки надо вам показать, как это все крепится. Вот, смотрите. Нет, здесь зафиксировали ушли. Кухня у нас метод? Да, методовская. Самые бюджетные фасады. Ну, вот, люди-человеки тут растянули. И вот, вот он сам болтик. Ну, больше всего будет удобно вдвоем это сделать. Это ее растянуть по максимуму и зафиксировать. Хорошо, держится. Насмерть? Теперь уж точно все. Теперь уж точно все. Теперь уж точно все. Да, вот. Такой натюрморт. Такой натюрморт. Вот.